Всем привет, с вами Антон Кулер. Сегодня мы поговорим с вами о настройках Overwatch. Если вы совсем недавно установили эту игру и еще не оптимизировали свои настройки, то это видео поможет вам настроить игру таким образом, чтобы она была и максимально красочной, и при этом выдавала максимальное количество фпс. Либо же была только максимально красочной, либо только выдавала много фпс. В моем же случае, естественно, второй вариант максимально актуален. Почему? Потому что в моем случае фпс для меня это ключевой критерий для того, чтобы игралось гораздо эффективнее и лучше. Итак, перейдем к настройкам. Что хотелось бы сказать насчет системных характеристик вашего компьютера. Если же у вас хорошая начинка и ваше железо позволяет вам выставить хорошую графику, то, естественно, этим, в принципе, можно воспользоваться. Опять же, в моем случае у меня железо достаточно хорошее, но, тем не менее, его не хватает в какой-то степени для того, чтобы выставлять какие-то параметры графические, направленные на максимальную прорисовку и на красочность игры. Соответственно, все мои настройки стоят на минимуме, за исключением одного параметра. Это масштаб прорисовки. Но к этому мы вернемся чуть позже. Начнем с разрешения экрана и, соответственно, режим экрана. Я, естественно, рекомендую всегда выставлять полный экран для того, чтобы у вас на мониторе, естественно, была полностью масштабированная картинка. Вот, если вы используете несколько мониторов, то, естественно, у вас есть выбор, какой из мониторов использовать для игры. В моем случае это один-единственный монитор, он, собственно, здесь и указан. Далее, что касается разрешения. В этом случае это все индивидуально. Я знаю множество профессиональных игроков, которые играют как на 1024, как и на 1280. Я лично люблю играть на максимальном разрешении, для того, чтобы мне было максимально комфортно, моему восприятию было максимально комфортно. Соответственно, здесь вы выставляете все так, как вам нравится. Попробуйте поменять разрешение, попробовать несколько вариантов и остановиться на том, какой для вас наиболее подходящий. Очень важным моментом являются вот эти вот циферки, которые в скобочках. Это та самая герцовка, которая очень сильно сказывается на игровом процессе и на том, насколько четко и насколько без задержки будет изображение на вашем мониторе. Итак, если у вас монитор позволяет 120 Гц, то, естественно, вам обязательно нужно выбирать это разрешение, где в скобочках прописано 119. Если же у вас монитор не позволяет 120 Гц, то, естественно, пробуйте ставить либо 60, либо 99. Если будет держать 100 Гц, это уже хорошо. 60 совсем печально, естественно, поэтому я рекомендую, в принципе, постараться сделать так, чтобы в вашем распоряжении был монитор, который мог бы держать 120 Гц. Это очень важный момент для игры в шутеры. Вот. Если вы планируете профессионально этим заниматься, то это must have. Дальше. Что касается вот этого индикатора в скобочках со звездочкой, объясню. Есть такая опция, называется ограничение частоты кадров. Итак, если вы выбираете разрешение 1920 на 1080 на 120 Гц и в скобочках, соответственно, у вас звездочка, это означает, что при выставлении опции ограничения частоты кадров на выключен, ваш компьютер, естественно, будет выдавать вам максимальное количество FPS без ограничения. Если же вы здесь ставите настройки монитора, то, соответственно, ваш компьютер будет блокировать все, что выше возможного по монитору. Соответственно, если у вас монитор будет 120 Гц, то при выборе настройки монитора у вас в игре будет максимум 120 Гц и выше, естественно, это не будет прыгать. В моем случае я всегда ставлю на выключен, потому что мне очень важен максимальный FPS, поэтому я выключаю ограничение частоты кадров и стараюсь добиться максимальной плавности в игре за счет максимального FPS. Так, далее. В поле зрения это тот самый наш любимый с вами ФОВ. Что я хочу сказать насчет этого? Я пробовал множество значений, пробовал играть на 100, даже пробовал играть на 95. В Overwatch я рекомендую ставить значения на 103, потому что за счет максимального поля зрения у вас, естественно, будет больше информации по игре, где находятся ваши противники. Вы будете видеть гораздо больше, чем, например, со значением 95. А как мы с вами знаем, чем больше мы видим, тем это больше для нас дает информации, и тем полезнее эту информацию мы сможем использовать против наших противников. Поэтому мои рекомендации это ставить максимальное значение на 103. Формат экрана выбирайте тоже в индивидуальном порядке, у меня стоит 16 на 9, то есть максимальное. Дальше мы переходим к рассмотрению настроя графики. Вертикальную синхронизацию обязательно нужно выключать, если у вас видеокарта не сильно мощная, потому что этот параметр будет оказывать влияние, будет, естественно, немножко подтормаживать видеокарта, поэтому это нужно выключать. Так, далее. Тройная буферизация, в принципе, посмотрите сами, как вам будет удобнее. Я, в принципе, разницы особой до сих пор не заметил, поэтому я до сих пор не особо понял, для чего это нужно. Поэтому здесь не критично. Данное быстродействие это индикация технических характеристик в игре, у вас прямо в игре, в левом верхнем углу. Вот здесь вот. Как вы видите, в левом верхнем углу у меня очень много различных показателей. FPS это значение вашего FPS, которое выдается в вашей игре, на вашем компьютере. Температура, это температура видеокарты. Задержка это пинг. Двухсторонняя задержка это двухсторонний пинг. Ну, собственно, последнее значение совсем не актуальное. Можем даже его не обсуждать. Можно отказаться от своего тела, но отчасти никогда. Качество графики дает нам возможность сразу же выставить все наши видеонастройки на определенное значение. В моем случае это низкое качество графики, потому что, как вы заметили, моя видеокарта не сильно мощная. Поэтому для того, чтобы мне добиться хорошего значения FPS, мне, естественно, необходимо все ставить на низкое. Дополнительные настройки. Масштаб прорисовки влияет на то, как будут прорисованы все графические модели в игре, в том числе модельки героев. В моем случае это стоит на значении 75%, потому что 50% совсем для меня печально. Поэтому я себе поставил 75%, и мне, в принципе, этого хватает. Четкость прорисовки меня устраивает. Значение FPS также меня устраивает, поэтому я этим доволен. Все остальные настройки у меня стоят на минимальном значении. У кого видеокарта позволяет, можете пробовать выставлять среднее или высокое значение, нажать применить, возможно перезапустить игру, и просто-напросто оценить своими глазами, насколько для вас это актуально. Как я уже говорил, для меня первостепенное значение имеет FPS, потому что FPS это тот самый параметр, который влияет на плавность игры. За счет плавности игры я хочу добиться максимального уровня боевого скилла. Именно поэтому все мои настройки стоят на минимальном значении, за исключением масштаба прорисовки. Опять же таки, масштаб прорисовки влияет на прорисовку моделек, игровых героев, поэтому в моем случае вражеские модельки достаточно прорисованы, и за счет этого мне гораздо проще в них попадать. Что касается гаммы, контраста и яркости, здесь опять же таки все индивидуально, поэтому банально тестируйте, банально пробуйте, сразу же переходите в игру и смотрите, насколько актуально для вас то или иное значение и какой уровень выставить в том или ином параметре. Что касается альтернативных цветовых фильтров, то я не использую. Кому может быть что-то понравится, опять же берите, пробуйте. Далее поговорим о настройках звука. Как вы видите, у меня стоит практически все на максимуме. Кроме громкости музыки. Объясню почему. Во-первых, я играю уже достаточно много времени в Overwatch, и за это время она настолько мне уже успела надоест, что я не могу совершенно ее слушать. А во-вторых, она очень сильно отвлекает. Я говорю про те моменты, когда нам нужно концентрироваться на игре, на каких-то там тактических моментах. Ну, естественно, я это говорю про себя, потому что я стараюсь играть на профессиональном уровне. Соответственно, вместо того, чтобы думать, например, о дальнейшей тактике в игре, я начинаю думать, какая классная музыка в Ханамурии или в Дорадо. Собственно, по этим двум моментам я полностью выключил музыку. Кто особо не заморачивается на эту тему, пожалуйста, это не критично совершенно. Вот. Что касается громкости всего происходящего в игре, то есть эффектов самой игры, то у меня все стоит на максимуме. хотел бы обратить внимание на громкость шагов, потому что зачастую, зачастую эта громкость шагов спасает нам очень много игровых моментов. За громкость шагов отвечает именно громкость игры. Не громкость эффектов, а именно громкость самой игры. Очень часто, очень часто бывает, когда мы с вами слушаем происходящее в игре, но не слушаем, что творится у нас за спиной, например. И очень часто именно звуки тех самых шагов приближающегося противника сзади спасают нам игровую жизнь. Ну и мне, в частности. Я говорю сейчас, конечно же, просто себя. Очень часто бывают такие моменты, когда вы находитесь на хайграунде, на какой-то возвышенности или на крыше здания, но при этом здание это пустое, и внутри потенциально может находиться ваш противник. Очень часто именно громкость шагов дает нам с вами информацию о том, что под нами кто-то находится, и мы сможем с вами подстроить игру таким образом, чтобы нейтрализовать противника, врага. Далее рассмотрим настройки управления. Как вы знаете, Blizzard сделали доступным настройку абсолютно каждого героя. Это крайне положительный момент и очень сильно упрощает игру на различных персонажах, потому что для того или иного персонажа игрового, естественно, требуется разная сенса. Если на снайперы, допустим, нужна снайперская сенса, то есть достаточно низкая, или, например, на макри, чтобы трекерить наших противников, ну, нужна достаточно низкая сенса, то, например, за Genze там все совершенно по-другому и противоположно нужна большая сенса, чтобы мы с вами одним резким движением могли развернуться либо на 180 градусов, либо на 360. Но, что я хотел бы отметить, я лично себе нашел такую универсальную среднюю сенсу, которая, в принципе, позволяет мне одновременно эффективно играть на разных персонажах. Я лично рекомендую вам самим попытаться понять, нужна ли вам одна одинаковая сенса на всех героев, или все-таки стоит поставить на разных персонажей, разную сенсу. Вот. У меня, например, на всех стоит 15, но при этом на фаре, например, мне не очень удобно играть на 15, я поставил себе чуть-чуть побольше, потому что там все-таки часто приходится высоко находиться на дальних дистанциях, вот, и очень часто приходится резкими движениями, естественно, запулять предикшн ракеты, вот, и мне 15 чуть-чуть не хватало, я себе увеличил до 18. Это для примера. Обобщая, что касается сенсы, это все индивидуально, поэтому старайтесь все-таки по своим ощущениям подбирать себе ту или иную сенсу. Вот. Что хотелось бы мне отметить еще по настройкам управления. Ну, во-первых, непосредственно управление игровое, я лично для себя оставил полностью все дефолтное, которое в игре было. объясню почему, потому что мне проще привыкнуть ко всему дефолтному, чем каждый раз, например, приезжая на потенциальные какие-то турниры и соревнования, каждый раз в этом управлении находиться очень-очень много времени и все заново под себя подстраивать. Вот, я просто-напросто за какой-то недлительный период времени привык ко всему, что настроено самой игрой в этой игре, и теперь я вообще как бы не заморачиваюсь по этому поводу никоим образом. Вот, единственное, хотелось бы еще отметить, что в частности прицелы, вот этот сектор настроек, он требует такого более пристального внимания и рассмотрения. Почему? Потому что я лично убежден, что прицелы это одна из ключевых деталей в игре, поэтому именно что касается попадания. Вот, мы играем с вами FPS-шутер, поэтому здесь попадание это очень важная вещь, и как раз таки прицел влияет на эти самые попадания, поэтому здесь нужно более тщательно и более детально рассматривать этот вопрос и к нему подходить соответствующим образом. Поэтому прицелы здесь уже опять же таки вы настраиваете для себя по своему удобству, чтобы максимально эффективно отыгрывать на том или ином герое. Прицелы мы с вами можем выбрать несколько из представленных и цвет прицелов мы тоже с вами можем выбрать. Это очень удобно, потому что на разных героях и на разных картах тот или иной цвет по факту тоже имеет свое влияние. но опять же таки это не какая-то панацея здесь все индивидуально в принципе можно играть на дефолтном белом прицельчике и ну особо конечно это не влияет но тем не менее в индивидуальном случае это свое значение естественно имеет. Так ну все управление как я уже сказал полностью дефолтное единственное что я добавил это быстрый удар скролл вниз объясню почему один из моих любимых любимых персонажей это гензи и я просто напросто покажу прямо в игре можно отказаться от своего тела но отчасти никогда та самая милишная атака которая имеет очень важное значение в игре она у меня на скролл вниз забил для чего для того чтобы мы могли с вами очень быстро делать выстрел и тут же добавлять милий вот что касается гензи выглядит это примерно так или например вам нужно быстро развернуться и тут же еще и мечом добавить вот или например снайпер вам нужно вырезать в чик-чик вы втанули сразу ему шурикенов и сразу же милишку и мне лично очень удобно это на скролле вниз потому что указательным пальцем у меня лкм нажимается а соответственно средним пальцем он у меня всегда находится на скролле потому что еще на кнопку маус 3 у меня вот приветствую приветствую привет забинжен приветствую все остальное управление абсолютно дефолтное но опять же таки это не не догма поэтому здесь все старайтесь все таки под себя подстроить я вот насчет себя вам рассказал дальше по игре здесь пропускать повтор или не пропускать как вам больше нравится то есть если грубо говоря вас убили то в принципе на повторе можно посмотреть от лица вашего соперника как это было сделано может быть какие-то важные моменты можно с этого повтора извлечь что касается турнирных игр то повторы всегда выключены сделано это для того чтобы вы на повторе не могли еще какую-то дополнительную информацию увидеть происходящую на карте то есть на официальном матче поэтому эта опция недоступна лента убийств всегда включена почему потому что это очень важный момент то есть вы в процессе игры видите кто кого убил у кого какое преимущество численное не численное какие герои выключены какие до сих пор еще воюют и соответственно для вас это тоже дополнительная информация и вы примерно представляете что происходит в игре разминка во время поиска это как вам больше нравится то есть если вы запустили например поиск быстрого матча то если разминка во время поиска включена то вас отправят в эту самую разминку вы просто будете бегать по карте возможно с кем-то из таких же людей которые ищут матч также на разминке будете пересекаться и с ними постреливать я это выключил мне это уже не нужно вот на этом все друзья спасибо за внимание до новых встреч Субтитры